доброе утро всем тут у меня телочка непонятно происходит так муж посуду помыл я вчера ночью после того как с вами попрощалась психанула думает что-то надо чайник кстати включить и посуду разобрать хочется супчик а после всех этих праздников после всех этих сухомяток и думаю как уже не супчик сделать потому что но обычно как-то надоели сделаю рассольник сделала я вчера до 12 готовила рассольник друзья потом о боже как он пахнет это просто нереальный запах так что сегодня у нас будет в меню рассольник чарли хочет на улицу иди сходи там 10 градусов по 2 меня 2 саппи нет ну тогда не надо там холодно очень холодно вообще это зима я в прошлом году может быть два дня всего лишь включала обогреватель в этом году я уже наверное недели две им пользуюсь вообще а говорят это потепление глобальное может наоборот похолодение глобальное ладно разбирать посуду и собираться с чарли спать потому что я сейчас жалюзи закрываю на спальне у себя и блин сегодня аж время у нас сейчас 10 часов представляется это стало видосиков посмотрела там то есть стало где-то в 9 20 вот сегодня должно быть открыто я сейчас не пойду по полям погуляем и вчера по счету я счесала вчера наверное это чуть-то делала пол пальца с часа как обычно хотя я своей вот этой вот штука и дело работ врезала так пойду с чарли посмотрю открыть ли магазин для животных чучи купить эти чуть кстати тоже что проснулся я ж когда я его отстаю и вот он сейчас будет песни петь и надо мужа купить а то у меня что-то там осталось один раз ты вас внутрь и вас керес и руну керес и венга ты вас ясто иди нафиг ведь скажет сама иди ну сейчас тогда на улице сходим вкусняшку хочет конечно вкусняшечку блин ну чуть с челочкой достала что это она как-то не так у меня завелась ладно буду завтракать одеваться и идем гулять с чарли иду я значит такая и понимаю магазин собачий для животных что деньги то я с собой не взяла у маруся чарли я деньги не взяла так что ты там не рвись туда у нас последнее воскресенье все открыто потому что нас вы знаете что в испании все закрыто по воскресеньям но так как впереди еще один праздник день королей с 5 на 6 января и все дарят подарки опять в эти дни и поэтому все открыто в воскресенье ну блин деньги забыла маруся раз-два-три калина чернява девчина саду ягоду росла или рвала что она там делала у меня ну точно маруся сейчас встретил знакомых они походу меня не узнали а потому что как-то не так такая такая это видок конечно меня еще тот с наушниками этими вот так вот ну ладно мне все равно гуляла здесь я вот там ходила сейчас иду так а иду думаю сейчас куплю и понимаю что я деньги то не зала не взяла ну ладно завтра приду тогда 1 уже что ж теперь поделаешь то него там у чуть еще есть на пару раз еды мой супчик уже с добавила сметанки укропчик немножко хамончика достала сыром и вот мой обед всем приятного аппетита муж магазин сходил смотрите чон ну хлеб это понятно я никогда не покупаю это вот ему тоже пакетики я говорю вон целая кастрюля супа не ешь не хочу а ему нравятся такие нет но я все равно ему разогреваю который вчера свалила сок сок вот этот кстати очень вкусный из мандарин и мне презент смотрите без сахара даже это нифига себе так что сейчас будем чай пить но не сейчас попозже чуть-чуть потому что только кофейку долбанула сходил в магазин а мне хлеб нужен для котлет я сказала чтобы он не купил он себе такой а вот этот в котлеты хочу побольше хлеба напихать я знаете какие котлеты хочу вот которые похожи как вот нам в этом в колледже давали и там я читала когда достичь такого как говорится эффекта чтобы котлеты такие были там говорят больше хлеба чем мясо вот я хочу такие котлеты ну бывает и мне кажется вообще а помню еще у нас были знаете котлеты в тесте блин такие вкусные были там конечно мясо-то наверное вот столько было ну прям вот вкус я вот сейчас вспомню я я знаете никак не могла думаю котлеты чем больше мясо кстати в котлетах тем они как-то не вкусные вот кому как конечно но вот мне как-то так это вот что мясо пожарить что котлеты вот эти из одного мяса а тут вот вычитала ну а вот только знаете не мог не могла вот уточнить какой хлеб серый как наш или белый вот если у вас есть какие-нибудь догадки пишите в комментариях вот и завтра тогда забабаху себе может как говорится одна голова хорошо а две лучше так что жду ваших советов какой хлеб добавить ну вот у меня вот такой белый но если нужен серый то я завтра в лидл схожу и куплю тогда серый хлеб у меня есть бородинский но он наверное если не совсем подойдет вот так что вот такая вот хотелочка у меня кстати дверь от носа вообще почти нет ветра на улице тепло теплее чем дома вообще вышла такая на балкон а там такая теплый чарли сразу полез на балкон греться вот так надо это надеть тапки то без тапок без тапок пол холодный и я вас ну кереса вас кесу и хамон сыр дофига больше и сестра дала у них там что-то случилось что-то кто-то упал кто-то что-то там врача в общем ждут сейчас надо спросить что у них там случилось еще у нас знаете как удивительно некоторые в семье например мясо в супе обожают да там крошит его мы же мясо в супе и всегда оставляем чарли любое мясо в супе которое находится это для чарли я не знаю как-то раньше вот ну муж так приучил не то что приучил он не ест никогда мясо в супе вот то есть я варю бульон а потом убираю мясо и так потихоньку-маленьку себе так же сделала хотя вот в щах здесь вот знаете как едят даже отдельно мясо отдельно супы там всякие вот то есть мясо и супа это как второе блюдо вот и потому что здесь бульоны делают не просто там курицу забабахают а бульон делают из говядины курица там свинина то есть очень много мяса и бульон такой получается кстати мне по моему есть на канале как бульон делают и там там много разного мяса бульон получается такой белый знаете насыщенный и чем он белее тем он вкуснее даже есть какие-то разные фокусы чтобы он было белее например вот до может минут до 15 до готовности бульона нужно открыть влить холодную воду и на полную мощность чтобы он закипел это мне так сестра сказала и так он будет белее а у нас наоборот чем прозрачнее бульон тем лучше а здесь нет чем он белее насыщеннее тем он вкуснее и вот они все это мясо вылавливают потом процеживают бульон и добавляют либо ну бывает разных очень много супов почему-то некоторые вот мнения что в испании нет супов очень много супов очень разные вот и вот мясо они едят как на второе или может на первое я всегда когда знаете ем например пучеро де коле это что-то типа того наших щей я наоборот все на тарелку в тарелку накидывала раньше все об этом уже знали а теперь нет тоже сначала вот косточки все мне бы давали такую гору костей всех и вот я сидела там кайфовал и сейчас такая я говорю а первый раз пробует рассольник я по-моему ни разу жизни не делал его и я стою знаете как это над душой ну чё ну как вкусный говорит вкусный и это я говорю с мясом он говорит ну да мясо чарли так что суп рассольник одобрили но здесь тоже очень любят такое кисленькое везде в супы добавляют лимон поэтому как бы а там от того что огурец и даже я рассол добавила огуречный туда в суп он такой кисленький получился то есть я думаю что пошел бы пошел нура сто процентов но вместо перловки я купила какую-то крупу она овес наверное очищенный но он очень сильно напоминает перловую крупу поэтому как бы один в один так что вот так я смотрю знаете какой включила сериал дикари не дикари как их называют то господи только сейчас вспомнилось и эти сейчас посмотрю название викинги я уже 3 или 4 нет четвертый раз пытаюсь его посмотреть потому что у меня клиентка говорит обалденный сериал смотри это года два назад она мне говорила я его первый раз включила уснула нафиг под него второй раз включила не зашел третий раз не помню но вот сейчас вот опять включила и знаете вроде как потихонечку помаленечку начинаю врубаться я стараюсь не брать в руки телефон а иначе я потеряю смысл и опять он мне будет не интересен так что вот так и жду когда можно будет попить чай с конфетками смотрите какой у нас закат красивый и холодный морозный можно так сказать поднялась немного тут убраться сидит моя радость такой свежий воздух прям свежать не свежать на знаете муж сегодня видел соседей и говорит что они вот эти вот которые с детьми съезжают от нас что-то они пожили год наверное говорит маленькая квартира нам стало ну у них сыночек родился но двое детей маленьких не знаю какие уж их им хором нужны вот эти соседи но они на новый год не были потому что они мне кажется не полу цыгане поэтому не знаю на солнышке хорошо тепло прям это а без солнышка холодно ну моя рыбинь если от счастья мое все я сейчас уже буду дверь закрывать потому что уже зима холода одинокие дома а яблочко надо зеленое поесть потому что я при него что учитывать давай 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 я дам тебе вкусношечку вперед да вот и яблочко зеленое я покупала же для утки не забываю вот они тут лежат потому что у них некуда там они не умещаются и сейчас я его съем хотя когда холодно хочется только чего-то горячего чай или еще что-то попить ну все я тут убираю еду вот и закрываемся закрываемся не май месяц ой все тра-та-там все тепло сейчас будет сделала массажик на лице сходила в душ сейчас волосы отрастать начинают приходится его сушить феном потому что иначе волосы в разные стороны сейчас попью чаю съем грейпфрут у меня еще половина осталась грейпфрут нет помэлю 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 и все и до завтра ножик лежал вдруг ему лук резали после душа после душа так выходишь вот такая вся я там себе поскрабировала лицо все на свете поскрабировала поэтому такая красненькая сделала массажик вот этим роллером так чай буду пить дровяной такой у меня грейпфрут есть не грейпфрут вишня, малина все дела в термосе завариваю имбирь и шиповник и знаете очень удобно потому что обычно чай же наливаешь он горячий и разбавляешь его водой а здесь я разбавляю не водой а чаем из имбиря и шиповника и вообще замечательно лайфхак такой вам заварите вот шиповник с имбирем и вот так разбавлять муж уже выдал почти пол бутылки вот этого сока интересно сколько здесь калорий в принципе немного 20 ккал light написано мандариновый интересно сколько здесь мандарина бибида рефрисканте микс по десуму де фрутос кона супер и эдулькаранте контениду эльсуму 10% всего представляете в общем вода агуасуму вода фруктовый сок 10% апельсин и мандарин а и яблоко короче написано мандарин а там все на свете ну как обычно в принципе поэтому я соки не пью хотя люблю вкусно если я говорю что я не пью это не ем это не значит что мне не нравится мне абсолютно все нравится особенно если это вредно если это нет жирное не люблю вот что что а жирное не люблю вот но нельзя попа растет потом ее убирать так трудно ладно вот я пока с вами поболтала чай у меня вскипел с вами я встречусь завтра всего самого лучшего всем пока пока пока